здравствуйте в этом видео я научу вас как самостоятельно приобрести авиабилет на любое направление и так открываем любой интернет браузер в адресной строке в адресной строке пишем samui for life.ru вот таким вот образом вводим информацию мы попали на сайт samui for life.ru вот так должно получиться у вас откроется вот такой вот сайт идем во вкладку авиабилеты нажимаем выпала единая поисковая форма всех возможных вариантов пишем город новосибирск не забудьте переключить русскую вкладку вот нам подсказала система и город назначения самуи самуи тайланд да именно это но мне нужно все-таки вылет москва да теперь почему я сразу указала конечный пункт назначения а не допустим москва бангкок и дальше я бы купила вот здесь пиша и дальше я бы уже купила написав здесь второй билет бангкок самуи рекомендую вам сразу покупать билет единый сразу в одной покупке потому что в случае если первый рейс бы задержался отменился второй у вас бы пропал или нужно было бы очень долго ждать возмещение но в любом случае вам бы это уже в тот момент не помогло поэтому при покупке единого билета вы убережете себя от незапланированных трат и также если на случай опоздает и все такое москва самуи дата дату мне нужно 12 сентября вот здесь открывается календарь мотаем сентябрь 12 обратно да мне нужно обратно если не нужен то выбирайте в одну сторону обратно мне нужно идеальные мои даты мне нужно 25 так сначала я хочу посмотреть идеальные для себя даты количество пассажиров взрослых один количество детей дети до 9 лет видите будет скидочный тариф но мне не нужно или у меня младенец до двух лет и дальше там другой применим тариф до пяти лет но мне ничего этого не нужно эконом класс до найти нажимаем пока ищется все возможные рейсы скажу что это очень удобно это то же самое что вы бы пошли и купили в авиакассе только оператора вы не сможете просить два три четыре шесть раз посмотреть на другие может быть чуть чуть ближние даты или на какие-то другие месяца поэтому вы сами себе кассиры вы такой же можете стать агентством по продаже авиабилетов в своем городе итак смотрим цена то прежде всего на что вы обратите внимание ну да ладно цена мы еще поищем другим способом но посмотрим так пересадки две пересадки так домодедово абу-даби и мы ждем 15 часов нет это нам явно не подходит и обратно тоже время в пути 23 то есть тоже будет огромнейшая пересадка нет нам это точно не подойдет и промотаю в принципе так опять цена такая же в принципе очень видим что большое время в пути так а вот это уже интереснее здесь получается что время в пути и цена изначально то есть вот самая низкая 45000 а сам дальше уже идет другая цена и видим что время в пути уже значительно меньше здесь было 29 здесь 11 часов в обратно 21 час здесь уже 13 до это стабильное нормальное время для такого дальнего перелета смотрим одна пересадка так москва банкок пересадка в банкоке 1 час 30 до это только что добежать до следующего терминала но не волнуйтесь если даже вы не успеете ли самолет опоздал как я уже сказала проблем никаких не будет потому что даже при таких длительных перелетах вас сразу зарегистрирует ваш багаж в москве то есть вам не нужно будет получать багаж в банкоке и перетаскивать его самостоятельно другой терминал чтобы долететь до самой вот это удобство еще единого билета не получения багажа и каждый раз его перебрасывать то есть вам сдадите в москве выдадут уже несмотря на то что будет пересадку уже выдадут в конечном пункте так этот билет в принципе отличный но цена цена видите сразу возросла здесь было но округлим 46 тысяч а здесь уже получается 48 но в принципе за удобство можно и заплатить за скорость то есть это минимальное время так но все-таки если я сказала что вы сможете стать себе самим кассиром вы хотите спросить а если все-таки подешевле в принципе понять сколько стоят билеты по данному направлению плюс минус три дня или плюс 12 месяца то есть принципе поиграть немножко с датами скажу сразу что разительного отличие не будет то есть ну три четыре пять тысяч отличие будет для столь дальнего направления чуть если направление поближе 45 часов будет 1 2 2 с половиной тысячи разница и так что делать мы открываем видите вот здесь календарь низких цен если вам нужен опять-таки этот же месяц то есть сентябрь сентябрь и но немножко попробуем сдвинуть даты чуть-чуть плюс один день или назад так смотрим теперь уже выбираем 13 вот воскресенье вылет у нас будет с вами 13 число а обратно у нас будет 26 так радостная новость уже вижу что стоимость билета будет 40 тысяч то есть здесь билет уже стоит 40 а здесь 45 500 то есть разница на 5000 отлично идем нажимаем найти но посмотрим что же там у нас с этими стыковками ждем вот стоит так несколько раз проделать в этом месяце или если вы не привязаны к месяцу то другие другой месяц но зачастую мы привязаны к датам не так строго но все-таки интересно была цена 45 500 теперь вот вижу цену 40 500 то есть на 5000 разница так так посмотрим что там по времени так хорошо 13 часов там было 13 часов а здесь уже 21 час но вот собственно говоря цена все-таки ниже хорошо проматываем чуть вниз чуть вниз цена такая же цена такая же пересадка настолько же длинная 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 пересадка наверняка будет дороже билет как только лишь время пересадки или время в пути сократится так пока только вот вот сразу видно что следующая ценовая категория пошла 44000 поэтому что очень быстрые перелеты практически час пересадкой все и час пересадка то есть получается опять таки но все-таки дешевле чем те предыдущие 45000 здесь 44 45 500 нам было а здесь 44 114 то есть уже на полторы тысячи дешевле ну ладно я не буду брать я немножко решила сэкономить эти 5000 и возьму вот такой вот билет с долгим с долгим пересадкой когда буду лететь обратно то есть я буду в аэропорту ждать 11 часов хорошо нажимаю купить пока ждем система нас перебросит на своего партнера скажу что партнеры у системы бывают разные исходя из соображений наилучшей цены но все равно посмотрев это видео вы поймете в принципе что нужно делать так нас перебросило уже практически на платежную систему видим что мой билет 40 тысяч пятьсот шестьдесят четыре рубля проверяю так все верно ожидание 250 здесь обратно 10 часов ожидания хорошо ладно перейти к бронированию нажимаю перейти к бронированию так дальше гражданство россия загранпаспорт серия номер раз два три четыре пять шесть семь восемь девять срок действия не забывайте что это вы указываете загранпаспорт двенадцатая ноль восьмое допустим две тысячи семнадцатый год фамилия не забудьте переключить видите латинскими буквами не забудьте переключить клавиатуру пишем иванова имя выбираем пол дату рождения контакты покупателя обязательно и емейл на который вам придет собственно говоря ваш билет который вы распечатаете и покажете на столке регистрации забиваем наш адрес адрес нашей электронной почты и идем так условия правила ограничения проверьте правильность написания фамилии обязательно обратите вот на все эти пункты я принимаю условия и ограничения что такое ограничение ограничения это по тарифу то есть возможно этот тариф был не возвратный но у нас билет возвратный итак не нужно ставить эту галочку согласен получать информацию о скидках нажимаем бронирование не забудьте поставить вот эту галочку без этой галочки вас дальше не пустят а вот эту галочку по желанию если вы хотите какие-то акции получать но это в общем-то спам так вот нас выбросила дополнительные выбор дополнительных опций различных там нет действует несчастного случая утери багажа бизнесов выезжающих за рубеж нет ничего нам этого не нужно нам нужно только билет оплатим так выбираем способ оплаты банковская карта и виза мастеркард хорошо нам это подходит виза мастеркард киви кошелек любое итак здесь номер карты месяц действия ну у меня не пускает потому что я вела несуществующую карту вас если вы напишите свою карту он вас пустит что такое номер карты то есть перед вами есть ваша карта на ней выбит номер вот вы его сюда вводите полностью в этой системе бронирования видите автоматически получаются пробелы иногда просят ввести без пробелов ну здесь с пробелами фамилия имя держателя карты опять таки вводите точно как на лицевой стороне написано у вас на лицевой стороне написано большими буквами Иванова дальше Ирина так хорошо с обратной стороны переворачиваете карту будет три последних цифры на обороте там будет шестизначный код но вы только последний допустим 2 3 5 последние цифры так после того как вы нажмете вот сюда оплатить вы увидите сообщение что покупка произведена успешно после этого у вас пишутся деньги и вам придет смс если ваш телефон подключен к вашей карте а также на почту которую вы указали при покупке билета вам придет вот такое вот письмо здравствуйте ваш электронный билет находится в файле вот я нажимаю посмотреть и вижу мой билет также я могу его скачать для того чтобы забросить на флешку и где-то распечатать либо вот здесь сразу нажимаю печать этот билет вы предъявите на стойке информации когда будете регистрироваться на свой рейс тут написаны подробности которые также вам будут нужны почему я решила рассказать о перелете Москва Самуи потому что есть замечательные тренинги на острове Самуи сейчас я вам покажу тренинг учим английский язык отдыхая и была задана граница купить билеты за 600 долларов самостоятельно то есть здесь говорилось о том что вам тренинг обойдется по такой же цене как если бы вы купили турпутевку у туроператора при этом получается что вы видите обучение бесплатно и другие бонусы вы это все сможете найти вот на этом сайте english.samuifolife.ru мы видели что стоимость билета 40 тысяч пятьсот шестьдесят четыре 40 тысяч пятьсот шестьдесят четыре по курсу ЦБРФ будет 65 там с копейками ну пусть шестьдесят шесть что получается шестьсот четырнадцать долларов в принципе шестьсот долларов итак я показала вам как при помощи интернета и компьютера самостоятельно купить себе билет на самолет на любое направление я сама покупаю билеты по данной схеме уже более семи лет для себя и для своих близких это очень удобно и надежно приглашаю вас на тренинги которые происходят на удивительном тропическом острове Самуи с нами вы сможете не только хорошо отдохнуть но и получить в подарок нужное вам обучение подробности о всех наших тренингах а также ссылки вы сможете найти в описании к этому видео с вами была Анна Еремина желаю вам прекрасного отдыха удачной поездки спасибо за внимание субтитры делал DimaTorzok после рождения